25 октября в военном комиссариате Каспийска состоялось торжественное вручение золотой звезды с присвоением звания Народный Герой Дагестана за особые заслуги перед многоциональным народом Дагестана. Ведь сегодня в зоне СВО бойцы продолжают совершать подвиги героев Великой Отечественной войны, как их дед и прадеды, проявляя мужество и героизм. Защищали свой народ, своих близких, духовно-нравственные ценности своей страны. И нет такого больше в мире государства, которое имеет такую победоносную историю. Героев нужно знать в лицо. Эта фраза, крылатая фраза, которая не так давно у россиян вновь стала отзываться и болью, и радостью в сердце. Подобные мероприятия символизируют силу и мощь нашей страны, а также незыблемость конституционных принципов, на которых строится наше общество. Так награду за особые заслуги перед народом получили главный старшина Нариман Атаев. Старший прапорщик Магомед Абдулганиев и сержант Нариман Башаев. Они самоотверженно выполняют боевые задачи, защищая товарищей и мирных жителей, вызывая у россиян чувство гордости, восхищения и благодарности. Старший прапорщик Абдулганиев Магомед Рабаданович родился и учился в городе Избирбаш. После окончания учебы призван на военную службу. Служил в группе советских войск Германии со мной вместе. В городе Браденбург. Окончил школу прапорщиков. Затем служил в Южном военном округе на различных должностях. Является участником боевых действий. Принимал участие в грузино-остинском конфликте, в двух чеченских компаниях. За что и был награжден орденом Красной Звезды, медалью за отвагу и другими правительственными наградами. В настоящее время принимает участие в зоне специальной военной операции. Решением общественной комиссии общественного движения «Родной Дагестан» от 30 сентября 2024 года номер 875 награждается «Золотой звездой» с присвоением звания «Народный герой Дагестана». Украсил мероприятие стихотворением о важности патриотизма и великой России Амир Чикалкин. А также поздравил народных героев и вручил золотые значки заместитель главы Каспийска Забир Загеров.